Настали голодные времена. Речь, конечно, не про жителей Чувашии, а про лесных обитателей. Для тех, кто питается, к примеру, желудями, коренями, ягодами, снег иногда становится непреодолимым препятствием на пути к обеду. Впрочем, есть те, кто помогает животным пережить диму. К ним через лесную чащу и сугробы пробралась наша съемочная группа. Сюда невозможно добраться ни на одном автомобиле, только на снегоходах, на лыжах или пешком. Зато именно здесь, вдали от каменных джунглей, можно встретить диких животных в их естественной среде обитания. И не случайно. Это место для диких животных что-то вроде спасительной гавани. Постоянные посетители, а это чаще всего кабаны и лоси, знают, где всегда можно найти еду. Самые распространенные в меню блюда – отруби, ячмени и овес. Заправляют вот такой лесной столовой егерь участка Леонид и инспектор лесной охраны Владимир. Земля мерзнет, например, там копать трудно, корни доставать трудно, но корм все равно доставать надо, кушать надо. Вот подкармливаем. Сюда приходят кабаны взрослые, там сигалетки, всякие прочие, ну маленькие там. Все приходят сюда. И синячки. Помимо промерзшей почвы есть еще одно препятствие – высокий снежный покров. Чем больше сугробы, тем сложнее пятачкам добираться до привычного рациона. В таких условиях голод способен превратить хищников практически в ручных животных. Ближе к весне они встречают меня, например. Вот метров сто туда выходят, встают. Там несколько штук, несколько раз я сам лично видел. Они не боятся даже меня. Вот на снегоходе приезжают, они слышат, узнают уже меня по голосу. Кстати, при вопросе, за чей счет банкет, работники лесного хозяйства с грустью отмечают. Раньше на подкорм средства выделяло государство. Теперь это только частные инициативы и личный энтузиазм. Между тем, подкармливать некоторые виды животных важно не только для сохранения популяции. Здесь работает принцип «и волки сыты, и овцы целы». Так, если лосям не будет хватать минеральных веществ, то они не прочь будут полакомиться молодыми дубами. 15-12 лет растили дуб, и он, этот дуб в одночасье у нас привел в негодность. Вот я у себя, например, на участке стараюсь, чтобы у меня, например, где-то на 100 гектар, на 50 гектар был один солонец. Что ж, главное, чтобы в ближайшем будущем животным было не только что есть, но и где жить. Площадь лесов сокращается. Конечно, в лесничествах чуваши постоянно сажают сеянцы, но пока, к сожалению, больше желающих рубить. Совершенно иное отношение к природе детям прививают в Юнгенской общеобразовательной школе. Там работает самое настоящее школьное лесничество. За ним не закреплено никаких лесных массивов, но благодаря нему в окрестностях школы летом зелена. Птицы сыты, но ученики получают возможность проявлять себя и даже посмотреть другие города. Также съездили с Мариной на Всероссийский съезд, где тоже обменялись опытами, познакомились со многими ребятами. Потому что еще очень было интересно. Впервые мы выехали за границу Чувашской республики и очень была ответственная задача у нас. Мы защищали не только нашу школу, честь нашей школы, а еще честь нашей Чувашской республики. Зимой, например, сейчас мы развешиваем скворечники, кормушки и подкармливаем птиц. С пятого по одиннадцатый класс. Каждому классу особое место. И каждую неделю по два раза мы ходим и подкармливаем птиц. В школе уже есть примеры, когда вот такая забота об окружающей среде становилась профессией. А значит, пока работают подобные организации, в лесах Чувашии будут те, кто положит лосям солонец и подсыпет в кормушку кабанам и птицам отрубей овсам. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.